Самый лучший Не помню в каком году и в какой стране, но случилось вот что. Молодой правитель счастливого государства лишился старого мудрого советника и визиря, который верой и правдой служил много-много лет. Дни и ночи был он в печали, но необходимо было искать нового. Однако подумал он, главный министр должен быть прежде всего хорошим человеком, а в нынешнем окружении его вельможи только и думают о власти и выгоде. Не из кого выбрать. Тогда он издал необычный указ. Всем хорошим людям завтра же явиться на главную площадь! Его величество будет выбирать себе нового визиря! Пришли на следующий день самые разные люди. Одни, чтобы себя предложить, другие, чтобы на них посмотреть. Один говорит, что богат сильно, умеет состояние наживать, любой дельце обделать, значит, именно такой и подходит лучшим образом на должность визиря, чтобы страна обогатела. Другой стал кичиться своей силой. С его напором и львиной силой Никакой враг не страшен, Да еще покорим другие страны! Третий вынул свой длинный-предлинный свиток Со списком всех своих великих предков. Такой родословной Он единственный достоин быть первым министром. Его достоинства поколениями накапливались и теперь заключены в его великой персоне. А правитель слушал и думал, Ведь неужто они мой указ не слышали? Мне всего-то нужен... Послушайте, послушайте, ваше величество! Вдруг сказал парень, пробивавшийся сквозь толпы. Я всего лишь плотник, но я хочу вам помочь! Вы сказали, что вам нужен хороший человек! Так я знаю много хороших людей! И он стал быстро перечислять. Рядом со мной живет один грамотный бедняк, Рам. Он даром учит малышей, потому что он очень любит их. А истинную любовь к людям проявляет только хороший человек. А еще и женщина, Уджуаль. Она печет самый вкусный лобиани на свете. А как радуется, когда угостить и накормить может кого-нибудь. А я вам скажу, что злой душой человек никогда такого хорошего хлеба не испечет. А старик Ача, у него есть корова, которая дает много молока. Но он живет один, и ему столько не выпить. Все лишнее молоко он раздает людям. Просто так. А какое сладкое это молоко! А еще... Довольно! Прервал правитель юноши. Ну я и половину еще вам не назвал! Больше и не надо. Я уже нашел хорошего человека. Но как же... Только хороший человек видит так много добра в мире. Только хороший человек станет говорить о ближнем хорошо и ратовать за других, а не за себя одного. Ты будешь моим новым визирем. Парень страшно изумился. Не соглашался, отговаривался. Объяснял, что не за тем он пришел. Но правитель был такой хороший человек, что парень согласился. Славный вышел из него визирь. Эту небольшую историю я посвящаю всем хорошим людям, которых я знаю, и всем хорошим людям, которых я не знаю. Я уверена, вас очень-очень много. Будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!